С вами канал ТОП ХАЙП и сегодня я собрал для вас самых мощных, внушительных и больших бодибилдеров, похожих на настоящих Халков, в существование которых сложно поверить. На это стоит взглянуть. Глядя на Эвана Центапани, который выглядит так, словно спокойно может поднять целый автомобиль, сложно поверить в то, что раньше этот американец был пухлым и очень сильно стеснялся собственного тела. Когда Эван пошел в девятый класс, он весил 100 килограммов. Он стеснялся снимать футболку, приходя на пляж, а свободное время предпочитал проводить за телевизором, подальше от насмешек сверстников. Только после девятого класса Эван всерьез переосмыслил свой образ жизни и принял решение поменяться навсегда. Именно благодаря своей силе, воле и целеустремленности он добился невероятных успехов. Сейчас Эван весит примерно так же, как в девятом классе, но только теперь вместо жира вся его масса представлена нереальными мышцами с прекрасным рельефом, которым позавидовали бы многие спортсмены. На счету американца участия во многих престижных турнирах, а также победы на некоторых из них, Эван дважды становился чемпионом Нейшнлс и занимал 13 место на Мистера Олимпе. Неплохо для человека, который когда-то стеснялся своего тела. Мартин Форд Многие бодибилдеры могут похвастаться огромной массой и внушительными мышцами, но не высоким ростом. Мартин Форд – исключение в этом плане. Рост этого 38-летнего британского силача и бодибилдера составляет 207 сантиметров, а вес – 150 килограммов. Мартин – это настоящий халк, огромный и очень сильный. Но, как и в случае с Эваном Центапани, так было не всегда. Правда, если Эван страдал от лишнего веса и жира, то Мартин, наоборот, всегда был очень щуплым парнем. Он играл в крикет, но серьезная травма поставила крест на этом виде спорта. Поэтому, оправившись от травмы, британец решил попробовать себя в бодибилдинге. В отличие от многих других культуристов, которые просто ходят в зал и потребляют кучу калорий, Мартин изучал анатомию, исследовал суть биомеханических процессов, происходящих при сокращении мышц и движениях в суставах. Почерпнув новое знание, он составил очень действенную программу тренировок, благодаря которой смог уделять внимание всем группам мышц в течение недели. Естественно, не обошлось и без питания. На пике спортивной карьеры Мартин ежедневно потреблял более 7000 калорий, а 30% из еды в день приходилось на белки. Результат не заставил себя долго ждать. Благодаря особым тренировкам и режиму питания Мартин раскачался до нереальных размеров и стал настоящим Халком. Его заметили и за пределами бодибилдинга, и даже позвали сниматься в кино. Среди лен с его участием такие картины, как «Неоспоримый 4», «Робин Гуд. Восстание» и «Кингсман. Золотое кольцо». Саджаб Гариби Кто же, как не Саджад Гариби, должен был попасть в эту подборку? Его называют «Иранским Халком». Под таким прозвищем Саджад широко известен в интернете. Это прозвище, указанное у Саджада в инстаграм-аккаунте, за которым следит более полумиллиона человек. Саджад действительно похож на Халка. Он просто огромен. При росте в 186 сантиметров он весит 175 килограммов, а обхват его груди равен 140 сантиметрам. Хоть сейчас заноси этого иранца в очередной комикса от Марвел. 29-летний бодибилдер пользуется большой популярностью, что неудивительно. На его фотки можно смотреть бесконечно, особенно на те, на которых он запечатлен с какими-нибудь обычными предметами, вроде бутылки воды. По таким снимкам можно представить, насколько огромен иранский Халк на самом деле. И хотя Саджад утверждает, что добился такой формы только благодаря тренировкам и питанию, многие люди считают, что без химии тут не обошлось. А как вы считаете, использует ли иранский Халк химию или действительно так раскачался лишь благодаря тренировкам и питанию? Блэйсинга Авадибу можно назвать как копией Халка, так и его полной противоположностью. С одной стороны, этот парень из Ирландии просто огромен, как и герой вселенной Марвел. При росте 177 сантиметров его соревновательный вес почти никогда не опускается ниже 110 килограммов. Мышцы ирландца такие плотные и гигантские, что кажется будто они сделаны из стали. А в зале он тягает огромные веса. Силы ему точно не занимать, и именно она помогла ему одержать множество побед на любительских турнирах. Но с другой стороны, Блэйсинг в отличие от серьезного и грозного Халка, тот еще озарник и даже псих. В хорошем смысле слова, конечно. Парень любит подурачиться и широко известен своими безбашенными выходками. Например, надев маску лошади, он начинает есть с полурассыпанный протеин или кидается в зале блинами от грифа. В инстаграме ирландца можно найти полно забавных фоток и видео, глядя на которые невольно испытываешь улыбку. Ну или испанский стыд. Тут все зависит от контента. Корейский Шварценеггер. Именно так часто называют парня по имени Хуанг Чул Сун, который считается одним из самых лучших бодибилдеров во всей Азии. С самого детства Чун был активным мальчиком и увлекался многими видами спорта, такими как плавание, водные лыжи и брейкдансом. Со временем кореец увлекся и железом, и уже в 2009 году дебютировал на местных соревнованиях, где занял третье место. Спустя год он выиграл местные соревнования, набрал 15 килограммов мышцы и занял четвертое место на одном из международных чемпионатов. Спустя еще три года Хуанг закрепил свой успех на соревнованиях в США. Выглядит кореец очень внушительно. У этого спортсмена выделяются и преобладают три группы мышц. У Хуанга невероятно мощная грудь, за которую его сравнивают с Арнольдом Шварценеггером. Огромные плечи, похожие на пушечные ядра. И отлично прорисованный пресс. Кстати, по словам самого Чул Суна, косые мышцы пресса он особо не тренировал. Ему просто повезло с генетикой. Мощный Хуанг пользуется большой популярностью у себя на родине. Ему часто платят огромные деньги за участие в рекламах и ток-шоу. А местные девушки мечтают, чтобы корейский Халк обратил на них внимание. Джей Катлер Возможно, многим из вас знакомо это имя. И это неудивительно, ведь Джей Катлер – один из самых лучших и мощных бодибилдеров современности. Он целых четыре раза становился лучшим на турнире Мистер Олимпия в 2006, 2007, 2009 и 2010 годах. Интересно, что такой огромный спортсмен с внушительными габаритами поначалу даже не воспринимал бодибилдинг всерьез и занимался им без особого рвения. После окончания колледжа Джей вообще собирался устроиться на работу в тюрьму строгого режима. Но судьба распорядилась иначе. В 1993-м Катлер выиграл первое крупное соревнование. С тех пор он начал трансформировать себя в настоящего Халка. До того, как в 2001 году его допинг-проба показала положительный результат на наличие запрещенных диуретиков, он успел поучаствовать и выиграть в еще нескольких соревнованиях и турнирах. Кстати, Джей впоследствии оспорил решение антидопинговой комиссии в суде, выиграл дело и был реабилитирован. За свою карьеру, которая длилась 20 лет, Катлер внес большой вклад в развитие и популяризацию бодибилдинга во всем мире. А в 2013-м этот американский Халк отошел от профессионального спорта и сфокусировался на своей компании Катлер Нутришн. Мамду Эл Сибай Реальных Халков можно найти не только в Америке, Корее и Иране, но и в Африке. Если большинство людей знают Египет по пирамидам и курортам, то фанаты железного спорта ассоциируют эту страну с Мамду Эл Сибайем, профессиональным бодибилдером, которого можно назвать одновременно и перспективным, и уже состоявшимся спортсменом. Дело в том, что свою карьеру Мамду начал лишь в 2013-м, но уже в 2020-м стал первым на Мистере Олимпии. Неплохой проход с нуля до высшей точки карьеры, но в таком успехе есть и логика. Ведь Мамду – огромный спортсмен, его вес доходит до 160 килограммов, бицепс составляет 58 сантиметров в обхвате, а фотографии египтяне накажутся отфотошопленными. Не верится, что у человека могут быть настолько огромные прорисованные мышцы. Но, как видите, все возможно. Бекка Свонсон В этой подборке должно было найтись место и для девушки. Его занимает бодибилдерша и пауэрлифтирша Бекка Свонсон. Это 47-летняя американка, которую многие люди считают самой сильной женщиной на планете за последние пару десятков лет. Такое предположение не безосновательно, ведь Бекка является обладательницей сразу нескольких мировых рекордов. Причем все они были установлены в главных дисциплинах пауэрлифтинга. Рекорд Бекки в приседе – 387,5 килограммов, в жиме лежа – 272,5 килограмма, а в становой – 314,5 килограммов. Бекка – единственная женщина, которой покорился вес более 907 килограмм в силовом трейбурье. Но самое главное то, что соревновательный вес Бекки колеблется в районе 100-110 килограммов, что делает ее показатели еще более внушительными. Даже многие профессиональные мужчины-бодибилдеры и пауэрлифтеры, выступающие на самом высоком уровне, могут лишь мечтать о таких результатах. Американку по праву можно назвать Халком от мира женского бодибилдинга. Да, она не выглядит такой же крупной, как, например, иранский Халк или Мартин Форд, но силы ей не занимать. Кажется, она вполне могла бы посоперничать с зеленым супергероем в сирене Марвел, если бы тот существовал в нашем мире. Ну а в комментах напишите, сколько вы жмете, а также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь.